Привет, друзья! Сегодня, в преддверии 8 марта, я хочу поговорить с вами, мои дорогие друзья, про Украину. Про те колоссальные глобальные изменения, которые происходят в нашей с вами стране. И несмотря на то, что мы рассеяны по всему миру и не имеем доступ до прямого общения с теми людьми, которые управляют страной и которые иногда похожи на сумасшедших каких-то непонятных инопланетян, которые вытворяют бог знает что, не делают абсолютно ничего, лишь бы только получать деньги, поражаешься упорству президента Владимира Зеленского, который в силу обстоятельств был избран на этот высочайший пост. Потому что оставшееся на Украине недобитое, недоеденное, недоуничтоженное население понадеялось, что человек, незамутненный в коррупционных схемах, по крайней мере политических, придет и наведет порядок. Но глядя на те кабинеты министров, которые кто-то назначает, кто-то пододвигает, я выскажу сейчас свое мнение, я лично вижу, что просто так никто от корыца, в котором кто-то стучит золоченым копытцем и напивается воды, в котором уже давно все стали козлятами, ну никак не могут оторваться. Глядя на современный мир, происходящие в нем изменения, даже на ту ситуацию, которая происходит с этим вирусом, можно разное обсуждать, разное выдвигать теории, но я показываю вам некоторые свои соображения, а как вы к ним отнесетесь, это ваше, в общем-то, дело. Есть дельные пожелания, есть дельные мысли, я с этим согласен. Сейчас вернемся к кабинету министров. Сейчас я на фотке показал, из прошлогодней выставки сделал скриншот о так называемой митинг-рум, то есть системы коммуникации в мире настолько продвинулись, технологически, а Украина все дальше продолжает порпаться в каком-то своем собственном навозе, который, прокармливая этих дегенеративных депутатов, продолжает вокруг себя создавать. Да, в конце этого концов, я уже высказывал свое положение о том, что Верховная Рада, как рудимент, как ненужный аппендикс, который забит грязной пищей и завонялся, не может продолжать больше своего существования. По причине следующая, что те деньги, которые выделяются из бюджета или из международных фондов, это не важно, но из бюджета важно, они проседают в дырявых карманах этих полулюдей, полудегенератов в большинстве своем, которые кричат, устраивают цирки, и в результате любого человека, пришедшего во власть и желающего изменить ситуацию к лучшему, приводят к полному коллапсу, и, естественно, человек не выдерживает, сдается и идет на поводу вот этой дурацкой шакальей стаи. Обладая современными технологиями и будучи диджитализированными, на мой взгляд, проще закрыть нахер Верховную Раду, сделать из нее музей коррупции, а все политические и другие важные государственные режимы, режимы собрания проводить в режиме онлайн. Раз так уже нравится построенная сетка государственного управления, когда есть избранный президент, есть кабинет министров, есть дочерные филиалы в районах, в областных центрах, так, может быть, достаточно связать всю эту гребаную рать электронными системами управления, пусть сидят по домам, потому что гриб гуляет по Европе, по краине тоже, который назвали коронавирусом, и он очень опасен для здоровья нагодных избранников. Ко всему прочему, почему президенту с главой кабинета министров сидеть в своем офисе и делать интернет-конференции, потому что суть то управления останется та же, а любого крикуна, любого, который хочет своим саботажем закоксовать эфир звуком, можно просто выключать модератору. И вообще, нужна ли Верховная Рада? Есть уже данные, каждый может найти, во сколько обходится Рада Украине. Нужна ли она вообще? Такие же маленькие Рады могут быть и в областных, и в районных центрах. Сэкономленные деньги в бюджет на содержание таких конченных, неправильных депутатов позволит Украине сконцентрировать деньги и с большей легкостью отдать международным финансовым организациям, которые инвестировали в Украину для наведения порядка. Кроме всего прочего, это позволит бабушкам и дедушкам, оставшимся еще в живых, а завтра будут и другие бабушкам и дедушкам, если доживут, повысить значительно пенсионное обеспечение. Это позволит уменьшить издержки на безопасность главного лица, уменьшить стычки с полицией у дверей Верховной Рады, и Кабинет Министров во главе с президентом может делать летучее собрание, находясь в том или ином областном центре, с проверкой. Глядя на то, как Владимир Зеленский разговаривал с старыми, прожженными, конченными коррупционерами в Полтавской области, уже после пяти минут можно было принять решение выключить этих коррупционеров, сказать им бай-бай или чау-чау, до свидания, дорогие. И самое главное, возникает вопрос, при введении такой системы управления государством, а это назрело давно, какой смысл от говорящих голосов о колоссальном бюджете, выделяемой на их обозрение Верховной Раде, на колоссальные средства, выделяемые службой охраны, на то, чтобы каждого из этого полуумка кто-то случайно не ударил пустым тапочком или пустым кошельком. Так вот, сэкономленные средства позволят укрепить бюджет Украины и направить эти средства на развитие того же бизнеса, с которым можно проводить регулярные встречи, находясь в одной области, в другой, в третьей, и вообще даже далеко за рубежом. А депутатов за ненадобностью, из-за того, что они производят саботаж, досрочно отпустить на пенсию. Это те, кто не замарал себя убийствами или уголовными делами, такие как Петр Порошенко, Погубий и другие логопеды, которые случайно, волей судьбы, оказались во главе управленческих процессов государства Украины. Так вот, вот этих всех, Верховная Рада и всех других государственных чиновников, отправленных на пенсию, я предлагаю установить максимальную заработную плату, как, допустим, 3000 гривен. Они ведь наворовали достаточно много. И они и дальше будут пользоваться своими деньгами, поплевывая потолок и почухивая свою затылицу, да, потылицу. Так вот, я считаю, что это будет самое правильное, самое оптимальное. И в конце концов мы живем в 21 веке. Все меняется, все изменяется. Нужно оставлять людей только в тех местах, где нужен сервис. Больницы, скорая помощь, полицейские функции или милицейские функции по соблюдению порядка. Представляете, какие средства будут сохранены, если в государстве Украина будет проведена комплексная и масштабная реформа системы управления. Ведь эти все воры и готовы сидеть и дальше на своих местах, чтобы им несли в конвертах, еще каким-то образом, в корзинах. Но если они не будут находиться в своих кабинетах, а будут находиться машины, то кому ты денег дашь? Кто возьмет взятку? Это, пожалуй, один из ключевых моментов. В уменьшении количества казнокрадов и воров, которые довели Украину за почти 30 лет своего существования до полнокровного цугундера. Пусть эти люди идут на борьбу с коронавирусом, пусть они шьют маски, сколачивают табуретки. Масса коррупционеров. Я дальше не буду продолжать. Я думаю, для начала хватит. 21 век не на носу, мы в нем уже живем. Мы живем в технологическом мире. Если Украина хочет остаться, как хотя бы осколок государства, которым она является, она должна продвигать технологии управления, не советоваться, не спрашивать никого. Самим это делать. У нас достаточно много умных, талантливых людей. А все общение с избранниками, избранницами можно проводить путем конференции через интернет. С вами был канал Конпере. Подписывайся, не забывай врубать мозги и блюсти свою семью, ибо это основа, основная ячейка нашего общества. Да не только.